всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве вот не поверите всегда когда я куда-то иду у меня есть цель я обычно смотрю куда иду читаю примерно сейчас я вышла с выставки и решила просто прогуляться по москве могут просто немножечко пройти по хорошей сегодня хорошая погода настроение у меня плохое поэтому с этой целью чтобы немножечко себе его поднять я и решила прогуляться я беру вас с собой я в районе чистых прудов за моей спиной театр эцетера справа дом который мы с они уже были прямо телеграф ну в общем пойдем мы с вами пройдемся без цели просто так ну как я уже сказала гулять мы с вами будем просто так в это веке просто так до сих пор еще не убрали новогодние здесь декорации до сих пор стоят вот уже не уже не радуют все таки всему свое время правда когда уже новый год далеко далеко позади уже не радует икорации вот это вот ожидание праздника это одно а это знаете так как то что давно уже прошло ну или меня сегодня так не радует не знаю телеграф до сих пор на ремонте я все сюда приезжаю в надежде что его уже отреставрировали я смогу его увидеть уже отреставрированным ну и естественно показать вам и все никак все никак очень долго очень долго его восстанавливают но ремонт как бы реставрирует так ну давайте мы с вами погуляемся по чистым прудам давно я не была здесь а зимой так вообще по моему ни разу не было вот сейчас кого-то там убила бы снегом с крыши может быть даже меня так сейчас пройдемся здесь тоже все еще новогодние декорации знаете я очень хотела на новый год снять этот трамвайчик который тут ездил по чистым прудам и все не успела такой новогодний был трамвайчик не просто украшенный новогодний по-новогоднему а он ездил именно такие вагончики были с елочкой там то есть он не возил пассажиров он просто создавал настроение но не удалось не удалось что оболтаем немножко о том о всем о жизни снег же еще идет хотелось сегодня по-другому построить день и пойти погулять совсем другое место но за того что идет снег решила что не пойду вот об этом павильоне чистая пруду я вам уже рассказывала он построен по принципу итальянской такой вот эти вот прыжочки то итальянская архитектура по моему какая-то гробница раба что-то такое было если я помню так вы знаете очень многие блогеры это не люблю это слово тем не менее очень многие блогеры вот они выходят просто снимают болтают снимают вот в режиме онлайн вот как здесь и здесь и сейчас на самом деле наверно хорошо потому что много людей которые не но не живут москве или давно не были в москве им наверное вот это прям вот интересно не как будто бы сами прошлись по улицам города память не прибоедову начали чистопрудного бульвара сегодня я не буду вас грузить никакой информации скорее всего о выставка какая-то но не обходится у меня без информации без информативного какого-то контента просто прогуляться тоже не получается сейчас посмотрим что за выставка снег усиливается я дойду до покровки вы знаете а зимой тоже красиво да на бульварах смотрите а это современник ну что ж интересно в принципе я была один раз всего в современнике сейчас я вам кстати покажу здание современника тоже двух словах о нем скажу очень жаль много известных артеров театра современника уже нет живых долина волчек ваша и стигнеев но не елова здесь тоже играет и чурикова да а современник планета долины волчек долина волчек вывела на новый уровень современник сделать театр известного все мире именно тогда состоялись самые значимые зарубежные расстрелы в израиле италии фринляндии германии в девяносто шестом и девяносто седьмом годах первой власти знаменитого тура московского художественного театра на четвертого года когда русская труппа играла на бродвее три сестры вишневый сад чехова также потом от жут дизбург был принят и зрителям с огромным успехом испытатель посетили аль пачино артур миллер и другие в девяносто седьмом году удали на волчке на современник были награждены одной из престижных театральных премий в мире драма даст аварт впервые за более чем 20-летнюю историю существования премии и был отмечен театр из рубежа современник так а здесь то же самое ну да здесь то же самое кому-то надо было встать в главе театра всеми страну году после ухода фремова вам хадалина волчер стала главным режиссером затем художественно руководителем театра и 63 лет проведенных в современник сорок семья настрела в главе театра важным нововведением долины волчек стало решение работы с приглашенными режиссерами как отечественными так и зарубежными вот такие вехи вам просто покажу слова режиссер нет женском роде вполне естественно занятие требует человеческого терпения свой первый спектакль двойный качелях долина волчек поставила шесть втором году за штат и года с учатой она поставила 38 спектакли 14 из которых подготовила киноверсии среди постановок волчек можно выделить саму успешную обыкновенную историю свой остров восхождение на фудзияму эшелон лишнего саду что делать добро три сестры крутой маршрут конечно молодец такой режиссер была волчек актриса карьера началась актерской в 56 году осеннем марафоне милиция автомобиля король лир и так далее ралина волчек студентка мы идем в обратном порядке она запрещала школу студию мхат 55 году сразу после этого ралина волчек ваша табаков лилия толмачева и другие артисты с ефремом основали студия молодых актеров впоследствии ставшую театром современник так идемте к театру подойдем раз уж мы здесь о нем заговорили сейчас метель будет усиливаться мы вообще ничего не увидим самое интересное что вот люди подходят читают действительно интересуются так давайте мы куда не по центральной аллее наверное пойдем а по боковой вот этой театру можно и по центральной в принципе идемте по центральной с удовольствием сходила в тоже в этот театр давно не было что-то карта давно я не была в театре было время очень много ходила я подруга как-то там брала билеты это по-моему что-то казахское да здесь представительство какое-то или посольство что-то такое меня подруга брала билеты очень дешево или вообще бесплатно ну и меня водила брала с собой я тогда помню я уже говорила слушай хватит я не могу я не могу больше на неделе мы ходили раза три-четыре вот мы это даже в центре и в принципе это было не очень напряжено но все равно знаете но все хорошо в меру ну а пойти сегодня вот на чистые пруды если честно меня надоумила аня канал самозанятая мама за что ей большое спасибо она сказала посмотри какая зима посмотри какая красота а мы все что-то не то снимаем все ходим по выставкам по музеям а ведь просто снег просто зима просто вот деревья такие снежные я шла воду ань тут такие красивые ворота черные с белым снегом вот мы не замечаем этих всех мелочей бежим все время куда-то я потеряла театра дальше он наверное да дальше дальше вот я подумала если я все равно приехала в район чистых прудов если я все равно как бы уже сняла то что я запланировала снять почему бы просто вот так бесцельно не прогуляться вот просто так просто посмотреть на снег посмотреть на деревья такие красивые снегу скоро уже весна и вот эти вот есть в зиме в русской своя прелесть это же красиво вот я смотрю сейчас вот многие блогеры опять же блогеры уезжают типа зимовать они уезжают там кто-то в турцию это в таиланд там кто-то еще куда-то там ну типа не бегут от зимы надоели морозы надоело и надоел снег наша под ногами как они говорят я не знаю я 30 лет своей жизни прожила очень теплом городе снег мы видели по большим праздникам до сих пор помню вот как мы с мамой делали снежных снеговика я запомнилась на всю жизнь потому что снег там выпадал крайне редко вот и я не страдаю от от того что здесь снег хотя я повторюсь я выросла в теплом теплом климате мне всегда хотела знаете чтобы сезон был сезоном зима зимой лето летом весна весной осенью и вот в принципе я считаю что в россии нормальный климат в центральной полосе россии да зима долго зато как потом здорово как мы потом радуемся этой весне лет у нас лето такое короткое но мы вот так любим вот а туда все время жара 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 вы тоже знаете так себе так мы с вами дошли ой до памятника фонтанчики же фонтанчики летом как все-таки отличается да вот картинка зимой и летом это же по нам баим кунунбаев да вот и здесь вот фонтаны летом красивые это так люблю здесь такие журавлики все мне как-то нравится здесь но сейчас все совсем по-другому до кунунбаев так мы пошли дальше сейчас мы вот отсюда пойдем трамвай интересный проехал я сейчас его перехватить он тут тоже какая-то выставка здесь всегда проходят какие-то такие знаете социальные выставки то врачи по врачей про врачей то про ковид был что-то такое всегда а сегодня здесь что чего это яркие красные звезды я такое что-то не очень люблю так пойдемте дальше настроение ужасное чтоб как-то знаете бывает это такой период жизни когда как-то все не так все не так ребята вот такой наверное у меня период так мы с вами сейчас любуемся зимними чистыми прудами не опять же не буду вас утомлять рассказами о чистых прудах конечно тоже другая картинка как и на патриарших так на чистых прудах пруды всегда это теплое время года всегда почему-то вспоминается когда еду по чистым прудам вспоминается фильм патровские ворота знаю такая у меня ассоциация так а театр то мы с вами надо вернуться вон он театр я хотела его вам показать сама посмотреть идемте назад так что это такое а вот этот трамвайчик который я увидела вязаный вязаный трамвайчик тоже смотрите ну вязаный трамвайчик я его издалека увидела думаю что это как-то странно вот он вот так забавно тесно он теперь будет время ходить или только до конца зимы так ну а теперь пройдемся пройдемся так идемте вы знаете я вот думаю вот так вот связи с каким-то жизненными своими ситуациями у меня вот вопрос интересует вот как вы думаете может ли человек измениться резко кардинально противоположно абсолютно подстать мне кажется что все-таки ой что-то должно быть такое заложено в человеке ну чего уже нельзя изменить ну можно там какие-то свои там взгляды до подкорректировать под редактировать но в принципе воспитание какое-то окружение с детства уже все равно формирует человека невозможно наверно в моем понимании быть сегодня добрым хорошим там любить животных любить близких а завтра резко перестает любить допустим да например животных близких и стать злым ну что-то хотя наверное что-то в жизни такое происходит что ломает людей какие-то люди выдерживают различные испытания судьбы ну что ли более стойко какие-то ищут свои пути для решения этих проблем своих да какое-то горе какие-то проблемы какое-то неприятие ситуации какой-то и человек ищет как с этим справиться и вот здесь очень важно наверное чтобы ему встретились люди которые на самом деле помогли бы не навредили не сломали психику не повредили не повредили психику потому что многие даже психологи вот к кому обращаются да простят меня психологи я считаю что это одни из самых проблемных людей и не всегда они есть очень хорошие психологи а есть люди которые просто делают деньги на чужих проблемах на чужом несчастье на какой-то чужой жизни какой-то момент в который человек обратился за советом так 90-летие со дня Далины Волчих со дня рождения и вот таких людей надо таких психологов надо просто душить в младенческом возрасте я считаю потому что они просто коверкают людям судьбу вот я так мысли вслух этим земельным участком на Чистопрудном бульваре с 1880 года владел купец первой гильдии Александр Петрович Гуськов сделавший состояние на торговле мехами знатный домовладелец и коллекционер лобочных картин в одной только Москве Гуськов имел в собственности 9 особняков в Москве потомственный почетный гражданин задумал строительство кинотеатра на Чистопрудном бульваре в качестве архитектора Гуськов ангажировал Романа Ивановича Клейна автора более 60 знаковых зданий и объектов в Москве в том числе Бородинского моста Музея изразительного искусства имени Пушкина и магазина Мюр и Мерлис то есть ныне этот сумм на Петровке архитектор Бессеребрянник уделял особое внимание расположению зданий и всегда стремился к цельности в архитектуре при этом случалось что недостановочник Клейн не только не получал никакого вознаграждения за свою работу но и вкладывал собственные средства в строительство тех или иных сооружений это что называется из любви к искусству Клейн всегда брался за самые сложные практически невыполнимые проекты одним из первых в стране начал применять в строительстве галлозобетонной конструкции на сей раз ему предстояло спроектировать совершенно новый для начала 20 века формат здания кинотеатр архитектор мастерский соединил элементы неоклассицизма и модерна придав общественному пространству символические черты монументальной античной архитектуры Колизей Клейна полностью соответствовал своему многообещающему названию здание было построено в 1913-14 годах кинотеатр открылся в конце лета 2014 года программой картин из лучших произведений русских и иностранных киностудий зрители встречали два элегантных фойе и кинозал на 840 мест немое кино в Колизее демонстрировалось с московским шиком под аккомпанемент живого оркестра после революции с 1924 года по 1932 год в аристократичном здании на Чистопрудном бульваре располагался первый рабочий театр пролеткульта но уже через пару лет повеяло ветром грядущих театральных перемен в 1926 году по утрам здесь шли фильмы а вечером играли спектакли в 1932 году здание было отдано на откруп московскому драматическому театру имени ВЦСПС в 1936 году театр перестал существовать и Колизей вновь стал образцовым советским кинотеатром так было до 1970 года в 1973 и 1975 годах здание на Чистопрудном бульваре 19 реконструировали многие авторские элементы декора созданные клееным еще в начале столетия исчезли в том числе уникальный бриллиантовый руст на главном фасаде лепные фризы колоннады к счастью все знаковые детали вновь заняли свое законное место в 2016 году во время масштабных работ по возвращению зданию его испона исторического облика весной 1974 года в Колизей приехал театр современник в течение 13 лет до этого принимавший зрителя в здании на Триумфальной площади у метро Маяковского особняк Лейна стал для труппы у историков которого стояли отчаянные Мхатов Саляк Ефремов Галина Волчек Олег Табаков Илья Кваша Евгений Евседнеев Лилия Толмачева Виктор Сердачев стал самым настоящим театром домом ни на кого непохожие Галина Борисовна Волчек гениальная Ригана Истралия Лир Григория Казинцева возглавляла театр с 72 по 2019 год Поскольку в то время ремонтно-реставрационные работы с тех лет не проводились в 21 веке физический износ некоторых элементов здания достиг 60% а инженерных систем все 80% и реставрация началась в 2016 году и продлилась чуть больше двух лет дизайнером проекта выступил сценограф Александр Боровский сын соратника Юрия Любимова знаменитого театрального художника Давида Боровского был отреблен фундамент заменена кровля восстановлен на аутентичный облик здания создана архитектурно-художественная подсветка фасада и реконструкция входной группы заменены кресла в зрительном зале а также оборудованы сценические оборудованы сценические части и на фасад вернулась историческая надпись тренотеатр Колизей наверное здесь пойдем не будем переходить или перейти ладно пошли вообще машин нет по бульвару всегда как-то приятнее гулять по заснеженному бульвару первый раз я здесь по-моему зимой я не знаю не приезжала не помню дом там прямо в голубой вдалеке дом со зверями который недавно был отреставрирован и я его снимала даже в подъезд попала очень красиво очень красиво там зеркало с керамикой с мозаитой очень красивые фонари перила лестничные ну в общем красиво красиво и сам по себе дом конечно красивенький 4 квартиры 4 квартира 4 квартиры 4 квартиры вам интересно можете посмотреть меня видит обидит на канале есть так называется дом со зверями очень все подробно чистые пруды застенчивые ивы так девчонки смолкли у воды так ну что дом со зверями почти уже я почти уже дошла до своей конечной точки туда я хотела дойти а сейчас перед нами гостиница здание гостиницы патровских ворот мой голодные птицы тут не могу пройти мимо дома со зверями никак смотрите такие нотки до птички нахохлились а здесь смотрите о нотный стан витси 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 ну что дом со зверями сейчас хорошо видно и экзотические существа здесь подъезды уже закрыты уже опять не попасть гостиница нуждается в ремонте я хотела вам показать еще вот это здание единоличник сидит знаете за птицами можно наблюдать вообще за животными можно наблюдать очень долго действительно просто вот просто наблюдать и узнаете нервная система то успокаивается так дерево с птицами они еще на этом сидят так вот этот дом я хотела вам показать этот раз за деревом с птицами так это доходный дом рахманова перед нами уникальный памятник раннего московского модерна расположена на улице покровка вместе пересечения с боеварным кольцом здание было построено 1898-1999 годах и по проекту архитектора петра бриттен прейса заказчиком статиста стал крупный хлеботорговец потомственный почетный гражданин федор рахманов четырехэтажный восьми подъездный дом имеет довольно прозаичную планировку формируя небольшой замкнутый квартал со внутренним двором колодцем но поражает богатством оформления фасадов и пышной лепниной сразу бросается в глаза на лопатках женские мужские маскароны на уровне четвертого этажа весьма оригинально оформлены углы здания сверху они имеют полутрудную нишу которая между четвертым и третьим этажами переходит декоративную колонну увенчанную детально проработанной женской доловкой с пышными не спадающими волосами и томно потупленным взглядом фасады украшены рельефными растительными орнаментами цветами ягодами гирляндами лентами бантами и другими элементами сочетание которых с диаметрически оригинальным обрамлением окон дает очень живую и разнообразную пластику фасада еще одним оригинальным украшением дома стали рельефные пшеничные колосси украшающие лопатки на уровне второго этажа они довольно редко встречаются в архитектуре того времени и продиктованы видимо профессии владельца здания из истории этого дома известно что федор рахманов был потомственным хлеботорговцем почетным гражданином из династии крупцов старообрядцев рахмановых в 98-99 годах по его заказу московским архитектором баварского происхождения петром дритон прейсом в районе портовских ворот был выстроен доходный дом с торговыми и жилыми помещениями дритон прейс оформил фасады здания в стиле модерна и оно стало еще одним из первых доходных домов москвы построенных в этом стиле первый этаж с большими окнами витринами предназначался для размещения магазинов на оставшиеся трех обустроили 27 квартир для сдачи в аренду сам рахманов с семьей женой ольга и тремя детьми поселился здесь же они занимают квартиру на втором этаже впоследствии в этом доме продолжал жить сын владельца иван рахманов скульптор который в первые советские годы создал целый ряд монументов в рамках ленинского плана монументальной пропаганды существует мнение будто бы богатое лепное оформление фасадов здания было выполнено как раз иваном рахмановым однако это маловероятно ввиду его малого возраста на момент строительства любопытно что с момента строительства здания не утратила не только пышного декора но и своего предназначения первый этаж всегда оставался торговым верхние жилы советские годы на первом этаже среди прочих заведений располагался рыбный магазин знаменитый своими необычным прилавком аквариумом с трудными смотровыми окнами в наши дни на первом этаже размещаются различные кафе коммерческие конторы верхние по-прежнему остаются жилыми вот собственно куда я шла туда я дошла может зайти в эту булочную может там что-нибудь интересное увидеть сейчас зайдем так вот на покровку мы с вами пришли здесь это кафе это кафе булка это не булочная соответственно там уже интерьер и все современное кафе поэтому не буду я туда заходить вот и все на сегодня всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео как всегда в конце я приглашаю вас подписаться на свой канал подписывайтесь ставьте лайки комментируйте простите если моя такая легкая продукта ни о чем вам не понравилось но зато я прогулялась я привела своими мысли немножечко порядок понаблюдал за голубями подышала воздухом всем спасибо до свидания до встречи будьте здоровы